МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Большая Азия» в студии Евгения Боровая. Прямо сейчас я расскажу вам о самых интересных событиях из жизни российских соотечественников, проживающих за рубежом. В этом выпуске. Ко Дню России соотечественники объединились в праздничном флешмобе. Школьники из 30 стран мира приняли участие в Международном фестивале русского языка. Институт русского зарубежья запустил проект под названием «Русские разговоры». День защиты детей отметили соотечественники Великобритании и Северной Ирландии. Ко Дню России соотечественники объединились в праздничном флешмобе. В этом году уже в привычном для всех онлайн-формате прошел международный фестиваль «Русь танцевальная», на котором танец объединил всех, кто неравнодушен русской культуре. Обычно участники акции собирались в команды, разучивали хореографию по видеоурокам, а 12 июня выходили на площади своих городов и одновременно исполняли русский народный танец. На этот раз ситуация сложилась иначе. Куратор международного направления фестиваля «Русь танцевальная» Виктория Самойлова рассказала нашему телеканалу о планах проведения флешмоба в 2020 году. Мы связались с ней накануне праздника. Мы не можем собраться командой и разучить танец, и также не можем, не имеем возможности выйти на улицы своих городов и станцевать данный флешмоб. Поэтому было принято решение провести флешмоб «Русь танцевальная» в 2020 году в формате онлайн через социальную сеть Instagram. Каждый, кто подал заявки, будет участвовать индивидуально. Каждый сейчас готовится, разучивает танец. А 12 июня мы все через свои аккаунты Instagram выйдем в прямой эфир и станцуем разученный танец. Идея массовой акции зародилась в Санкт-Петербурге. Позже к ней уже присоединились множество российских городов, а в 2018-м о нем узнали молодые соотечественники за рубежом. Так флешмоб получил статус международного. В этом году в нем участвовали жители 16 стран. Школьники из 30 стран мира приняли участие в Международном фестивале русского языка 2020. Организатором которого выступил Московский центр качества образования. Свои работы прислали более 2000 учащихся из 70 городов мира. Это жители СНГ, стран Европы, а также Египта, Марокко, Туниса и Сирии. Ребята изучают русский язык как иностранный или второй родной. А на этой творческой площадке соревнуются в знании языка и истории, российской культуры, а также по направлениям театральное творчество, изобразительное искусство, хореография и другим. Результаты заочного тура будут объявлены в конце июня. Очный тур организаторы планируют провести осенью. По итогам Олимпиады победители и призеров ждут памятные призы, дипломы и учебные пособия по русскому языку. Институт русского зарубежья запустил проект под названием «Русские разговоры». В формате интервью директор института Сергей Пантелеев обсуждает вопросы и проблемы русского мира с известными экспертами, учеными, политическими и общественными деятелями, живущими как в России, так и за рубежом. Первая беседа состоялась с председателем Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаилом Дроздовым. Они обсудили рост популярности мероприятий в режиме онлайн и перспективы развития такой формы работы. А также коснулись главного вопроса, что ждет русский мир после коронавируса. По словам Михаила Владиславовича, встречи все чаще будут проходить в онлайн формате, но ценность живого общения после пандемии возрастет многократно. Нам нужно ездить и встречаться друг с другом, и чувствовать тепло, объятие, рукопожатие, и своими глазами видеть эмоции, которые при всем уважении пока что техника еще до этого не дошла. Я надеюсь, что этот кризис, он будет не только нести какие-то негативные последствия, но он и даст нам возможность в очередной раз почувствовать, что мы за рубежом и Россия – это части единого организма. Проект под названием «Мир глазами детей» организовал совет русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии. Детям соотечественников было предложено прочитать стихотворение и сделать видеозапись своего выступления. Ребята также постарались рассказать, что для них является счастьем и что такое мир в их понимании. Счастье – это когда мечты сбываются. Счастье – это когда улыбаются. Счастье – это радость, веселье. Моя любимая семья, школа и друзья. Счастье – это семья. Когда тебе хорошо и весело, и у тебя есть друг. И есть Ау-Мечта! Ко дню защиты детей организаторы также провели открытый урок с волшебным названием «Дорога сказок» и вебинар на тему «Музыка как эмоционально-интеллектуальное развитие ребенка». Заместитель председателя Совета русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии Людмила Колесова отметила, что каждый ребенок должен чувствовать, как сильно его любят и ценят, и как важно для взрослых то, что он живет в этом мире. Мы рассказали вам самое важное. Еще больше новостей вы сможете найти на сайте бегазия.ру. Мы будем держать вас в курсе событий из жизни российских соотечественников, проживающих во всем мире. В студии была Евгения Боровая. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok